друзья ну и как обычно ужин я покажу только маленькие интересные вещи одна из них не так видно а а а вот такое шампанское сегодня наливают премиум какие красивые десерты свежие ягоды да, десерты всегда у них на высоте вот такую красоту я взял себе попробовать сладости ел только в буфете у них в кофейне и вот такая штука меня наши подписчики из ютуба попросили снять видео о том, что можно кушать в отеле на какую еду налегать, на какую не налегать и так далее я вкратце расскажу, покажу то есть я свои рекомендации именно расскажу если у вас в рационе нету пищи морской, много фруктов то по приезду не стоит на эти вещи так сильно налегать то есть брать, но умеренно кушать, чтобы вашему желудку было комфортно второе если вы не знаете какое-то блюдо не берите много возьмите немножко, попробуйте подождите какое-то время если на следующий день все хорошо желудок принимает эту пищу не ругается на вас то тогда, пожалуйста, берите дальше третье я не очень люблю брать блюда, которые заправлены майонезом или сразу соусами какими-то так как в некоторых отелях эти могут злоупотреблять они берут со вчерашнего или с обеда и делают на базе этого салаты какие-то поэтому я больше люблю вот такую вещь взять зелень сами что захотели набросали в тарелку потом подошли соусы заправили и все хорошо также фрукты, если вы какие-то не знаете не кушать их много мясо если вы такого количества мяса не употребляете дома большого то, значит, и здесь не стоит этого делать взяли кусочек, скушали ну, потом увеличивается до того количества, которое вам надо морепродукты в некоторых отелях есть креветки, миди ну, и другие морепродукты кальмары и очень часто тоже их берешь сразу наедаешься а потом желудок в следующий день тебе говорит привет поэтому будьте очень аккуратны бережно относитесь к своему организму пока а а а а а а